здравствуйте сегодня мы будем говорить об уравнении энергии об интегральном законе сохранение энергии здесь в аксиоматическом подходе классической механики жидкости очень важно обратить внимание на то что современный современная гидромеханика современная газовая динамика они базируются на трех основных законах природы законе сохранения массы импульса количества движения и энергии и энергии когда мы будем говорить об энергии мы будем говорить об полной энергии которая свойственна системе описывающей движение сплошной среды надо сказать что такое понимание что гидромеханика газовая динамика сплошная среда базируется на трех законах природы она появилась не сразу ну процессе наших лекций я вам рассказывал пока что о двух законах природы а законы не сохранение массы и количество движений вообще когда мы говорим о баксиоматическом построение науки мы должны четко отдавать себе отчет в том откуда берутся те аксиомы на базе которых строится то или иная теория том числе и механика сплошной среды дело в том что мы живем в мире который мы изучаем экспериментальным путем все наши познания об окружающем мире они связаны тем что мы познаем мир с помощью наших органов чувств и фактически это экспериментальное познание мы путем осязания убеждаемся в том что наш мир трехмерен что здесь есть длинные площади объемы и древнегреческая наука философия она она заложила основы этого аксиоматического знания но при этом возникали понятия которые отражали те или иные физические свойства а эти понятия возникали только путем какого-то визуального или тактильного эксперимента потом когда человечество развелось возникли некоторые приборы которые тоже позволили проводить экспериментальные исследования природы но всегда те аксиомы которые закладываются в основу той или иной науки это отражение каких-то экспериментальных свойств которые были установлены экспериментально начиная даже от геометрии евклида если углубиться и подумать о том откуда взялись аксиомы этой геометрии а потом откуда пришло осознание что часть аксиом может быть видоизменена или какие-то аксиомы могут быть отвергнуты и введены новые все это результат наблюдений за нашим окружающим пространством так же обстояло дело и с механикой сплошной среды сначала возникли самые простые разделы этой механики гидродинамика и здесь были отражены самые простые наблюдения в виде каких-то простых аксиом тем то что я рассказывал первых лекциях здесь уже аксиоматика более изощренные здесь уже возникло понимание понимание того как вообще нам нужно воспринимать окружающую действительность окружающий мир что здесь есть время и пространство и они связаны определенными друг с другом утверждениями аксиомами которые тоже отражают какой-то эксперимент физика развивалась и от модели абсолютного пространства пришлось отказаться потом пришлось отказаться от представления о распространении света прямолинейности лучей слово прямолинейность оно уже требует определения и здесь сразу мы начинаем использовать геометрию эвклида так в первых достижениях первых представлениях о сплошной среде присутствовало такое понимание что в общем-то достаточно для описания двух законов природы законы сохранения массы импульса и в общем-то гидродинамика которая развивалась до 19 века в основном была покоилась на этих законах поэтому вот на прошлой лекции я рассказывал вам о баротропных средах а почему баротропных потому что не необходимость рассмотрения при движении жидкости таких понятий как плотность температура давление привело к тому что пришлось включать в систему актиом в систему понятий гидродинамических и ряд термодинамических понятий я вам говорил о том что термодинамика по умолчанию фактически сразу стала использовать механика сплошной среды стала использовать аксиому о локальном термодинамическом равновесии о том что в систему уравнений описывающих движение среды надо входят и термодинамические законы классической равновесной термодинамики понятия равновесности равновесности оно не определяется простым образом мы будем говорить об этом чуть-чуть позже оно состоит в том что мы можем рассматривать движение когда мы говорим равновесные термодинамики равновесных движениях среды что они находятся почти почти в состоянии однозначного слежения за изменениями окружающего пространства вот это то есть если попытаться делать это описание абсолютно точным то придется рассматривать и движения сильно нестационарные в которых уже равновесности всех движений и движений среды и термодинамических параметров уже нельзя будет говорить как о равновесном то есть здесь уже в очень быстрых нестационарных движениях понятие равновесности уже перестает быть употребительным ясно что примером может служить достижение астрофизики которая показывает что процессы в звездах и в галактиках они проистекают при очень высоких температурах и сверх высоких давлениях даже таких которые мы даже и вообразить не можем и процессы происходят сильно нестационарно и здесь говорить о равновесных движениях становится трудно а если пытаться это применять то теория окажется неудовлетворительной неудовлетворительной но все же можно ограничить класс рассматриваемых движений жидкости сплошной среды такими движениями которые нам наиболее привычны при наших повседневных наблюдениях но это фактически движения которые будут происходить в некоторой окрестности нашей земли недостаточно большой достаточно небольшой и при временах макроскопических то есть все те наши обычные обычные житейские наблюдения они соответствуют так называемым нормальным условиям привычным нам обитателям земли но начав строить аксиоматическую теорию мы должны пользоваться какими-то утверждениями которые отражают вот эти экспериментальные свойства и мы придем к тому что наша аксиоматика скажем так та о которой я вам в основном рассказываю она соответствует нормальным условиям и привычным понятиям вот это свойство все же требует введения в полную систему аксиом которая описывает гидродинамику и четко 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 осознанное введение термодинамики классической термодинамики вот вернемся обратимся к термодинамике термодинамика была развита позапрошлом веке в работах Клаузиса кто там еще и и гипс и системы термодинамической системы термодинамических аксиом сформулировалась сложилась тогда когда еще аксиоматический подход не был досконально развит фактически термодинамика классическая и употребляемые нами все время нормальных условиях она сложилась на основе эвристических представлений то есть представлений которые отражают наблюдаемые свойства при нормальных условиях без далеко идущих обобщений на условия ненормальные поэтому говорить о том что термодинамика как наука как отдельная наука является строго аксиоматической наукой пока нельзя были попытки аксиоматизировать термодинамику наиболее известная попытка была предпринята коротеодорий который попытался дать вот такой строго аксиоматический подход к описанию главных свойств то есть установить установив некоторые аксиомы и в качестве следствий теоремы но эту теорию можно попытаться прочитать она изложена вкратце в книге французского академика Жермена она изложена очень кратко и разобраться вот в ней до конца ну могу сказать мне было очень трудно и при попытке разобраться возникал возникали вопросы на которые я не мог сам себе ответить а первый источник работы каратеадоре они к сожалению недоступны нашей стране пока они были опубликованы эти результаты очень давно и мне например пока не удалось найти эти журналы даже библиотеки иностранной литературы поэтому то описание термодинамических свойств которые я сейчас попытаюсь вам изложить его нельзя пока признать полной аксиоматической теорией но в то же время вот этот анализ который проведен вот в этой книге о которой я вам говорю математические основы классической механики жидкости математиком серийным он пытался представить термодинамику простой наиболее простую термодинамику наиболее употребительную наиболее осознанном виде указывая те экспериментальные свойства которые легли в основу каких-то аксиом ну и результаты которые из этого последовали виде теорем значит мы будем рассматривать хотя в общем случае можно рассматривать и сложные системы но мы будем рассматривать простейшую систему термодинамическую является однородная сплошная среда изотропная то есть все свойства одинаковые не зависит от направлений которые можно вести пространстве и однородность состоит в том что она среда состоит из сред обладающих почти одинаковыми термодинамическими термодинамическими свойствами одним из важнейших свойств которые требуют введения полной термодинамики полной в систему уравнений сплошной среды является свойство сжимаемости сплошной среды сжимаемости сжимаемость сжимаемость наблюдается при движениях воздуха и других газообразных сред в то же время при наблюдениях таких собственно жидкостей как вода масло и так далее движение таких средств позволили сформулировать гипотезу аксиому о существовании так называемой нежимаемой жидкости нежимаемой то есть если говорить что каждая среда каждая среда в каждой среде свойственны такие понятия когда я буду говорить о среде я буду понимать что есть некоторая область заполненная сплошной средой эта область характеризуется объемом обычным и вклитовым объемом давлением и температурой здесь мы даже еще не говорим о плотности среды есть область которая заполняет некоторый объем и этой среде свойственны такие понятия как давление и температура с понятием давления мы встречались раньше при формулировании при из установлении закона сохранения количества движения мы говорили о гипотезе или о постулате Каши Стокса о том что можно выделить контрольной поверхностью какой-то область сплошной среды которая находится в равновесии под действием сил действующих на эту выделенную область со стороны внешней среды и там возникала сила сила которая прилагалась к поверхности к элементу поверхности этой контрольной поверхности вот это вот сила отнесенная к единичной площади и фактически в какой-то мере содержала давление ну если ограничиться простым случаем что к этой площадке на этой площадке отсутствуют касательные напряжения а есть только нормальные сила и будет давление правильно называть динамическим давлением но кроме динамического давления вот сейчас мы будем вводить понятие термодинамического давления Термодинамическое давление определяется просто, как сначала Вот существует некое такое понятие термодинамическое давление Значит, мы ввели понятие объема, давления И еще у нас есть понятие абсолютной температуры Абсолютное понятие абсолютной температуры вводится в физике И здесь оно используется без изменений Гипс стал определять структуру однофазной Однофазная – это значит, что она однородная изотропная среда Следующими соотношениями Он ввел понятие внутренней энергии – Е Энтропии – С И объема Вот эти две первых величины – это термодинамические величины Внутренняя энергия термодинамической системы И энтропия термодинамической системы Эти величины пока определяются чисто формально То есть, обозначаются только А их смысл выясняется при полном построении этой системы Значит, Гипс постулировал следующее Что внутренняя энергия является однозначной функцией Вот, энтропии и объема При этом эта функция считается заданной заранее Значит, что такое энтропия? Что такое? Ну, объем понятно Не очень понятно И что такое внутренняя энергия? Тоже не совсем пока понятно Но Но Принимаются следующие определения для Величин давления И температуры Ну, я вам сказал, что температура здесь Понимается как абсолютная температура Известная из физики Пока что Вот эти величины тоже определены Считаются определенными чисто формально То есть, просто названы и все При этом При этом Дается следующее определение По гипсу П Это Минус Частная производная ДЕ По ДВ Значит, здесь две переменных И Здесь у меня обозначение Обычной частной производной Почему такое Определение? Ну Просто Написано на определении И все Потом окажется, что оно Соответствует некоторым физическим Наблюдениям А температура Тоже по определению Частная производная ДЕ По ДС При этом Предполагается Следующее Это тоже Значит, это Два определения А дальше идут Предположения Или можно называть их Аксиомами Аксиома такая Что П Больше нуля Неотрицательно И температура Тоже Неотрицательно Поэтому Для этих производных Устанавливается Соответствующий Знак Вот Различные Соотношения Между Термодинамическими Величинами Е С Т П Ну и Объем Термодинам Которые можно Получить Из Указанного Определения И вот этих Из этих Определений И Соотношений Называются Уравнениями Состояния Уравнений Состояния Можно получить Довольно Много И Все мы их будем Постепенно Получать Из Самого Представления Внутренней Энергии В таком Виде И Этих Двух Определений Следует Что Каждая Термодинамическая Величина Каждая Термодинамическая Переменная Может быть Выражена Через любые Две Другие Мы об этом Говорили Раньше И я здесь Говорил Фактически О том Что Возможность Такого Выражения Должно Опираться На Теорему О Неявной Функции Значит Фактически Здесь Постулируется Что В тех Случаях Когда мы Хотим Произвести Такое Выражение Одной Термодинамической Величиной Через любые Две Другие Мы должны Предполагать Что Выполнены Условия Теоремы О Неявной Функции Так вот Если мы Теперь Возьмем Полную Производную От Внутренней Энергии Точнее Напишем Полный Дифференциал То тогда У нас Получится Такое С использованием Вот этих Двух Формул Такое Выражение Де Будет Равняться Т Дс Минус П Дв Д Означает Дифференциал Или Сколь угодно Малое Приращение Этой величины Вот это Соотношение Гипса Оно Следует Вот Из Вот этих Выписанных Аксиом В общем Случае В общем Случае Когда Среда Сжимаемая Выполняется Вот это Вот Соотношение Гипса Считается Что оно Выполняется Это соотношение Но в том Случае Когда Объем Не Изменяется Когда Объем Не Изменяется То в этом Случае Т Дс Равняется Де И Случай Когда Объем Не Не Изменяется Соответствует Несжимаемой Среде Несжимаемой Среде То есть Какую бы Подобласть Области Определения Столочной Среды Вы Не взяли Если Вы Говорите Что объем Этой Подобласти Во всех Движениях Движениях Тепловых Или Механических Не Изменяется То в этом Случае Это Соотношение Гипса Превращается Вот В это И оно Соответствует Случаю Несжимаемой Среды Таким образом Мы сразу Видим Что В термодинамике Можно провести Грань Очень четкую Грань Границу Между Типами Сред Сжимаемые Среды Удовлетворяют Верхнему Соотношению Гипса И Несжимаемые Удовлетворяют Второму Соотношению Вот В этом Соотношении Уже Не фигурирует Давление Не фигурирует Давление Мы К случаю Несжимаемой Жидкости Перейдем Позже Остановимся Именно На Общем Случае Сжимаемой Среды И Будем Ограничимся Случаем Наиболее Простой Термодинамической Системы Будем Рассматривать Совершенный Газ Совершенный Газ Что Что такое Совершенный Газ Сейчас Постепенно Придем К этому Определению Напомню Некоторые Общие Результаты Которые Справедливы Для Произвольной Однофазной Системы Будем Говорить Что Однофазная Вот наша Простая Среда Участвует В дифференцируемом Процессе Если переменные Состояния В И все Другие Величины Температура Т От Т Ну и так далее Являются Дифференцируемыми Функциями Времени Дифференцируемыми То есть У них есть Производные Я не говорю Что эти Производные Обязательно Предполагаются Непрерывными В том Первоначальных Лекциях Которые Я Произносил Был Постулат О том что Движения Все Описываются Непрерывно Дифференцируемыми Функциями Вот Термодинамика Она Развивалась Отдельно И Ее Главные Свойства Были Сначала Определены При Других Ограничениях Значит здесь Только Предполагалась Дифференцируемость Водится Водится понятие Обратимого Процесса Термодинамического То есть Процесса В котором Система Термодинамическая В любой момент Времени Находится В равновесии С окружающей Средой И в этом случае Для этой системы Можно ввести Такое понятие Обозначим Ку От Т Ку Это приток Тепла Со стороны Внешней И приток Тепла Который Идет В систему Изнутри К системе То есть Вот у нас Есть область Заполненная Средой И здесь Можно определить Для Этой области Заполненной Средой С термодинамическими Свойствами Вот эту Вот величину Притока Тепла Так вот В этом случае Приток Тепла Постулируется Что он Определяется Таким Соотношением ДЕ Плюс ПДВ ДЕ Это Внутренняя Энергия То есть Энергия Которая Находится Е Это Внутренняя Энергия В системе И Ее Изменения Те изменения Которые Связаны С изменением Этой Внутренней Энергии В системе В целом Под Действием Окружающей Среды Хотя Тепло Которое Выделяется При этом Оно Выделяется Внутри Самой Системы А вот Этот Член Он тоже Является Следствием Постулата Что Это Есть Тепло Которое Получается В результате Работы Внешних Внешних И Внутренних Сил Какие У нас Внешние И Внутренние Силы Вот Какие У нас Когда мы Писали Уравнение Движения То Там У нас Были Был Тензор Напряжения Который Значит К Выделенному Объему У нас Прилагалась Внешняя Сила Вектор Т Так Так Вот Этот Вектор Представлялся В виде Тензора Напряжения На Нормаль Поверхности Тела Так Вот Силы Создавались Тензором Напряжения И В результате У нас Появлялась Такая Компонента Как давление П Которая Вошла Вот в эту Часть Работы Кроме Того На Изменение Импульса Во время Движения Выделенного Объема Там Еще Были Внешние Массовые Силы Вот И там Был Интеграл Ро Ф По Объему По Области Вот И здесь Как раз Работа Внешних Массовых Сил Внешние Массовые Силы Могут Иметь Потенциал А могут Не иметь Они Определены Общими Условиями Движения Жидкости Ну Например Когда У нас Пример Внешней Массовой Силы Имеющей Потенциал Это Сила Тяжести На Поверхности Земли В общем Случае Эта Сила Будет Определяться Законом Всемирного Тяготения Гравитационная Сила Ну Кроме Того Кроме Таких Сил Потенциальных Консервативных Могут Быть Неконсервативные Силы Примером Такой Неконсервативной Силы Является Сила Порождаемая Кориолисовым Ускорением Ну Мы знаем Что Реки На поверхности Земли Из-за Вращения Земли Все время Движутся И Силы Которые Возникают Кориолисового Сила Приводят К тому Что Эта сила Размывает Берега Рек И Поэтому Получается Такая Картина Что Очень часто Река Граничит С одной Стороны Равнина А с другой Стороны Склон Горы Значит Вот эта Равнина Это То место По которому Прошла Река За счет Под воздействием Кориолисовой Силы Эта сила Не имеет Потенциала Вот Так вот Все Внешние Массовые Силы Тоже Входят Входят В этот Член Который Производит Работу И Вся Эта Работа И Выделение Внутренней Энергии Они вместе Образуют Приток Тепла К области К выделенной Области Так вот Если мы Сравним Сравним Это равенство И Соотношение Гипса То мы Увидим Следующее Что К От Т К От Т Выражается В виде Т Д С Неправильно Д К Прошу прощения Здесь Надо Писать Приращение Тепла Приращение Тепла Поступившую Систему В этом Случае Будет Выражаться В таком Виде Вот Смотрите Здесь У нас Были Было Полное Дифференцирование То есть Слева У нас Стоит Полный Дифференциал Таким Образом Из ДС Это Дифференциал А ДК Не является Полным Дифференциалом Если Вы вспомните Термодинамику Классическую То Т Называется Интегрирующим Множителем Но Это Соотношение Выражает Такое Свойство Что Приращение Тепла Не является Полным Дифференциалом Теперь Важными Термодинамическими Понятиями Является Понятие Теплоемкостей Они формально Возятся С помощью Следующих Определений Возятся Понятия Двух Теплоемкостей ЦВ Это Быст Д К По ДТ При Постоянном Объеме Это Можно было бы Называть Это Частной Производной Но Нельзя Это Делать Потому что ДК Не является Полным Дифференциалом И ЦП Это ДК Здесь имеется ввиду Что это Приращение При Постоянном Давлении При П Констант Вообще Вот Термодинамики Если ее Изучать Независимо Там все Время Используются Такие Обозначения Берется Какое-то Соотношение И пишется При Постоянном Объеме Или при Постоянном Давлении Или при Постоянной Температуре И так Далее Здесь Надо Помнить То, что Каждая Величина Которая Предполагается Постоянной Она Выражается Через Любые Две Других Поэтому Не всегда Вот эти Обозначения Можно Ассоциировать С частными Производными Которые Употребляются Математики В данном Случае Именно так Но Так как ЦП И ЦВ И ЦВ ЦВ Используя Соотношение Гипса Будет Выражаться В таком Виде Т ДС По ДТ При Постоянном Объеме Кривая Константа Вот здесь Уже Фигурирует Частная Производная А здесь Видите Это интегрирующий Множитель Исп П Т ДС По ДТ При П Константа И так как Вот эти Теплоемкости Можно Используя Вот эти Соотношения Выразить В виде Таких Произведений На частной Производной Обе Эти Теплоемкости Являются Переменными Состояния То есть Они Характеризуют Состояние Среды Вот из Эксперимента Точнее Из наблюдений Скажем Многочисленных Наблюдений Известно Такое Соотношение Что ЦП ЦВ ЦП Больше ЦВ А ЦВ Больше Нуля Это Тоже Наблюдение Которое Не было Никогда Опровергнуто Другими Наблюдениями Поэтому Оно Принимается В качестве Аксиомы Вот Из Этих Соотношений Ну и Всех Выше Описанных Свойств При Ну я Сотру Это свойство Эта запись С помощью Обычных Преобразований Которые я не буду Здесь Повторять Они Делаются В классических Курсах Получаются Такие Формулы Частная Производная ДЕ По ДВ При Последной Температуре Будет Равняться Т ДП По ДТ При В Константа Минус П Вот И Разность СП Минус СВ Она должна быть Неотрицательна Это будет Т ДП По ДТ При В Константа И ДВ По ДТ При В Константа Ну собственно говоря Отсюда сразу следует Что Произведение этих Величин Неотрицательна Температура У нас Тоже неотрицательна И После Дальнейших Преобразований Получается Так же Такое Свойство Я просто Выписываю Потому что Эти свойства Можно Использовать В Общей Теории Не Совершенного Газа Общего Газа ДП По ДВ При Т Константа Меньше Нуля Ну Отсюда Кстати Еще Следует Да Хорошо Это позже Значит Вот эти Вот Выписанные Формулы Они Характеризуют Произвольный Произвольный Произвольную Однородную Сплостную Термодинамическую Локально Равновесную Термодинамическую Среду Почему я говорю Локальную Потому что Вот эти Соотношения Можно Уже Приписывать И Движущие Жидкости В термодинамике Жидкость Среда Не движется Механически Там происходит Только тепловое Движение А Гидродинамики Движется И механически И Тепловое Тоже Движение Происходится Вот Но Эти формулы Характеризуют Именно Общий Случай Общий Случай Такой Среды Частным Случаем Является Случай Совершенного Совершенного Газа И Это тоже Понятие Возникло Из наблюдений За Простыми Газами Ну В том числе За воздухом Ну А в основном За Одноатомными Газами За газами У Которые С физической Точки Зрения Они Представлены Одноатомными Средами И Общий Случай Вот Такого Таких Сред Которые Называются Совершенными Газами Он Соответствует Соотношению Такому ПВ Равняется Р Т Где Р Больше Нуля Постоянное Вот это Соотношение Описывает Термодинамическое Состояние Совершенного Газа И Еще Оно Называется Уравнением Клапиерона Уравнением Клапиерона Далее В совершенном Газе Получается Исходя Вот Из Формул Которые Были Выписаны Раньше Но для При условии Что они Еще Кроме Тех Формул Тех Понятий Которые Были Выписаны Они Еще Подчиняются Закону Клапиерона Получается Такая Формула Что ДЕ По ДВ При Т Константа Равняется Нулю А ЦП Минус ЦВ Равняется Газовый Постоянный При этом ЦП И ЦВ Могут Не быть Постоянными Но Как правило При этом Тоже Предполагается Что эти Теплоемкости Постоянны Случай Совершенных Газов Он Подробно Я буду На нем Подробно Останавливаться В Других Лекциях Которые Будут Посвящены Транзвуковой Газовой Динамике Газовой Динамики И Которые В общем-то В Которые Существует Важный Раздел Транзвуковой Газовой Динамики И там Совершенный Газ Будет Изучен Довольно Подробно Свойства Совершенного Газа Поэтому Сейчас мы Совершенный Газ Оставляем И Заканчивая С общим Случаем Газов Надо еще Упомянуть Закон Неубывания Энтропии Теплоизолированной Системе Значит Если Термодинамическая Система Теплоизолирована От Внешности Контрольного Объема То Энтропия В ней Не убывает Этот закон Я об этом законе Тоже буду говорить Более подробно При Описании Совершенного Газа Газовой Динамики А теперь я хочу Остановиться На уравнении Полной Энергии Значит В одной из предыдущих Лекций мы Рассматривали Закон Переноса Кинетической Энергии Закон Сохранения Точнее говоря Изменения Кинетической Энергии Под Кинетической Энергией Мы Вели Понятие Что Т Готическое Половина Интеграла Ро В Квадрат По Объему По Объему А Внутренняя Энергия Полная Внутренняя Энергия Тоже Е Готическая Такая Буква Будет Определяться Таким Интегралом Ро Е ДВ Значит Когда Я Пишу Внутреннюю Энергию В том Смысле Которая Была Выведена Раньше Она Относилась К Какому-то Объему Ну, скажем Единичной Единичному Объему И Так как Это Величина Находится В области Заполненной Средой То Вводится Еще Понятие Ро Это Отношение Массы Жидкости Или Или среды Которая Находится В Некоторой Области К объему Когда Этот объем Стремится К нулю Плотность Определена В каждой Точке И Предполагается Что Существует Предел Конечный Для Общего Случа Движений Когда Плотность Конечная Величина Отличная От нуля Плотность Считается Что она Может Обращаться В ноль Только В изолированных Точках То есть Почти Всюду Плотность Отлична От нуля И То же самое Относится И к бесконечной Плотности Плотность Должна быть Суммируемой Функцией По объему Чтобы получить Нам Конечную Массу Занимающую Какой-то Объем Так вот Соотношение Гипса Т Д С Для Случа Движущейся Среды Записывается В таком В виде П Д С Тау Тау Это Удельный Объем То есть Тау Это Единица На Плотность Единица На плотность Ну Собственно Говоря Понятие Объема Как Термодинамической Переменной Оно Оно Было Введено В термодинамике В механике Сплостных Сред Используется Понятие Плотности Или Место Нее Обратная Величина Удельный Объем То есть Фактически Это тот Самый Объем Вот Который У нас Фигурировал В таком Виде Обозначался Такой Буквой Но Я Использую Те Обозначения Которые Приняты В этих Науках Термодинамика Развивалась Независимо От Механики Сплостной Среды Вот И Поэтому Обозначения Разные Так Вот это Равенство Это Соотношение Гипса Для Сжимаемой Среды А для Нежимаемой Среды Для Нежимаемой Среды То есть Мы Здесь Можем Писать Д Единица На Ро Или Минус П На Ро Квадрат Д Ро Ну Понятно Извеличины Дифференцируемые Так Вот Если Плотность У нас Постоянно Жидкость Нежимаемая То Этого члена Нет И Нежимаемой Среде Уравнение Гипса Пишется Так При этом Давление Давление Как таковое Термодинамическое Давление Не входит Не входит В это Соотношение Для Нежимаемой Нежимаемой Жидкости Могу Сказать Даже Больше Что Понятия Термодинамического Давления Вообще Не Существует Нежимаемой Жидкости Термодинамического Давления Не существует Существует Только Понятие Динамического Давления Это Та сила Приведенная К Элементу Площади Которая Воздействует На Выделенный Объем В каждой Точке Контрольной Поверхности Вот это Вот Большое Существенное Различие Между Сжимаемой И Нежимаемой Жидкостями Забегая Вперед Скажу Следующее Что Теория Нежимаемой Вязкой Нежимаемой Жидкости Математическая Теория Очень хорошо Развита И Величина Которая Обозначается П В этой Теории Означает Соответствует Динамическому Давлению И не имеет Никакого Отношения К термодинамике К термодинамическим Свойствам Дело в том Что Если Для Совершенного Газа Например Уравнение Состояния Где-то Я его писал П Равняется Ро Р Т Вот Закон Кольперона Так пишется То Нежимаемой Жидкости Уравнением Состояния Является Выражение Ро Константа Ро Константа И Давление Не Фигурирует В термическом Уравнении Состояния Действительно Если вы Посмотрите Любой Курс Термодинамики То там Уравнение Термодинамического Состояния Среды Простой Среды Там Два Типичных Уравнения Состояния Которые Чаще всего Используются Это Термическое Уравнение Которое Записывается В виде Некой Функции От Ро П И Т Температуры Равняется Нулю То есть В виде Такой Неявной Функции Из которой Можно выразить Например Ро Как функция От П И Т Или наоборот Любую Другую Можно Выразить Но Это Уравнение Термическое Да А Калорическое Уравнение Описывает Внутреннюю Энергию Ну В Вжимаемой Среде Как Ну Например Ро И П Или Ро И Т И так далее Здесь Здесь уже Будет Явная Явная Зависимость А Для термического Уравнения Пишется Неявная Функция Это в классической Термодинамике Так Так вот Мы не можем Подставить В это уравнение Ро Константа Потому что Тогда у нас Уравнение Термического Уравнения Запишется В виде Зависимости П И Т 0 Откуда В случае Использования Теоремы А неявной Функции Мы Получим Тогда Следующее Что П Если Существует Термодинамическое Давление Оно Является Однозначной Функцией От Температуры Этого Противоречит Эксперименту И Поэтому Такое Уравнение Состояния Не используется Именно Поэтому Термическое Уравнение Состояния Для Нежимаемой Жидкости Не Использует Понятие Термодинамического Давления Термодинамического Понятие Термодинамического Давления Нежимаемой Жидкости Повторяю Не существует Ну, на этом я закончу Потому что на следующей лекции я выведу уравнение для полной энергии Третье замыкающее уравнение – полную систему уравнений движения жидкости Продолжение следует...